Привет, друзья! Друзья, с вами Владимир Шемет. Сейчас я отдыхаю со своей семьей в Шарм-эль-Шейхе в отеле Альбатросов в Аблю 4 звезды. Сейчас месяц ноябрь, у нас шикарная погода в Шарм-эль-Шейхе. И в этом видео я хочу с вами поговорить и рассказать вам несколько ответов на ваши вопросы. Так что подписывайтесь на канал и погнали! Итак, друзья, очень часто я встречаю вопрос на различных форумах, в комментариях, в моем видео. Какая погода будет в декабре месяце? Какая погода будет в январе месяце? Будет дуть ветер, либо не будет дуть ветер? Как будет отдыхаться, хорошо или нехорошо? Туристы задают вопрос по отелям Шарм-эль-Шейхе. Друзья, сразу такой вот общий ответ. Смотрите, вы задаете вопрос туристам, которые отдыхали в прошлом году. И вы спрашиваете, какая погода будет в следующем году? Вы должны понимать, что погода, она не зависит от математики, каких-то кнопок, каких-то сайтов и тому подобное. И отзывов, которые были в прошлом году. То, что было в прошлом году, если был ветер, это не означает, что в этом году ветра не будет. Либо, если ветра не было в отеле Риксос Шарм-эль-Шейхе, то в этом году его тоже не будет. Друзья, вы это должны понимать, что есть ветреные места, там, где ветер чаще всего дует. И если он дует, будет грандиозно холодно в Шарм-эль-Шейхе. Есть места неветреные, то есть, но ветер все равно там может дуть. То есть, не такой сильный, не такой холодный, но он все равно может там быть. Сори, друзья, немножко отвлекли. Смотрите, значит, по поводу ветренности я вам рассказал. Так что, друзья, если вы спросили у кого-то, и они отдыхали хорошо в надке зимой, у них не было ветра, ну, повезло им, что не было ветра. Но это не означает, что в будущем его не будет. А когда вы приедете, будет ветер. То есть, это погода, и, ну, именно такие вопросы, как было, ну, было у туристов, хорошо, можно порадоваться. Но не стоит настраивать себя, что, ага, если там не было ветра, то и у вас его не будет. То есть, друзья, еще раз акцентирую ваше внимание. Запомните, что этот вопрос, он не объективный для вас. Потому что я вам объяснил ответ на этот вопрос. Друзья, ко мне пришла моя дочка, она только что проснулась, и будем заканчивать вместе с дочкой это видео. Поэтому, если вы хотите хорошо и комфортно отдыхать, вам нужно выбирать безветренные бухты в Шарм-эль-Шейхе, безветренные отели, то есть, там, где не будет грандиозного ветра, что вас будет сносить с ног, и вам будет холодно. Вот. Потому что в воде, ну, как правило, не холодно. На территории отеля тоже некоторые отели устроены таким образом, что ветер, ну, относительно не дует на территории. Но если вы выйдете на пляж, то там, друзья, бывает такой ветер, что чуть ли не сносит туристов с ног. Это у меня ситуация была, вот я отдыхал в ноябре, сейчас отдыхаю в ноябре в Хадобе. Я поехал, чтобы показать туристам самый красивый риф в Монтаза. Друзья, я приехал туда, и я был в шоке. Там такой был витрюган. А вернулся я назад в отель Альбатрос Акваблю, и ветра нету. То есть, в разных районах может быть разная ветренность. Надеюсь, друзья, я вам подсказал ответ на вечный вопрос. Какая погода была, и как было ветрено или не ветрено в прошлом году. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях под этим видео. Если вы можете поделиться какой-то интересной и полезной информацией, то же пишите в комментариях под этим видео, я обязательно почитаю. Не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Желаю всем самых лучших впечатлений. До новых встреч, пока-пока.